Глава седьмая Можно было принять этого человека за старого слугу, с давних пор знавшего свою хозяйку и изучившего все ее привычки. Лоцман обедал в капитанской рубке, и здесь нас сидело за столом только четверо постоянных сотрапезников. Капитан Уэст сидел против дочери, а я поправу его руку лицом к лицу с мистером Пайком. Таким образом, место мисс Уэст приходилось справа от меня. Мистер Пайк в темном сюртуке, он надел его для обеда, морщившимся на выпуклых мускулах его сутулах плеч, совсем не говорил. Но он столько лет обедал за капитанским столом, что не мог не приобрести приличных манер. Сначала мне казалось, что его смущает присутствие мисс Уэст. Но потом я решил, что не ее он стесняется, а капитана. Только теперь я заметил, как капитан обращается с ним. Как невелико было расстояние, отделявшее команду от двух помощников капитана, людей совершенно другой, высшей породы, ничуть не меньше было расстояние между ними и капитаном Уэстом. Он был чистокровный аристократ. С мистером Пайком он не удостаивал говорить даже о судовых делах, а не то, что о чем-нибудь постороннем. Со мной же он обращался как с равным. Но правда, я ведь был пассажиром. Так же обращалась со мной и мисс Уэст. Она и с мистером Пайком держалась проще. А мистер Пайк отвечал ей, да, мисс, или нет, мисс. Ушел, как благовоспитанный мальчик, и в то же время его серые глаза, блестевшие из-под косматых бровей, изучали меня через стол. Я со своей стороны тоже изучал его. Несмотря на его бурное прошлое, на его жестокие расправы с людьми в былые времена, мне он нравился. Это был честный, прямой человек. И даже не столько этим привлекал он меня, сколько тем наивным детским смехом, каким он разражался всякий раз, как я рассказывал что-нибудь смешное. Так не мог смеяться дурной человек. И я был рад, что он, а не мистер Меллер, будет сидеть против меня за столом во время нашего плавания. И еще больше был рад, что мистер Меллер вообще не будет сидеть с нами за одним столом. Кажется, мы с мисс Уэст одни только и поддерживали разговор. Общительная, живая, находчивая, она задавала тон. И я еще раз обратил внимание на то, что нежный овал ее лица не соответствовал ее крепкой фигуре. Она была здоровой, сильной, молодой особой. Не толстой, боже упаси. Ее нельзя было назвать даже пухленькой. Но очертания ее тела отличались приятной округлостью, какая обыкновенно сопровождает здоровые мускулы. В этом теле чувствовалась сила. А между тем она была худощавее, чем казалось. Помню, что, когда мы встали из-за стола, я с удивлением заметил, какая у нее тонкая талия. Молодая Ива, подумал я в этот момент. И в самом деле, она напоминала Иву своим гибким станом и тем избытком здоровой растительной жизни, благодаря которому казалось полнее и тяжеловеснее, чем была. Это завидное здоровье заинтересовало меня. Присмотревшись внимательнее к ее лицу, я заметил, что только овал его был нежен. Самое же лицо не было ни нежным, ни хрупким. Ткань кожи была тонка, но плотна. Как это было видно при каждом движении крепких мускулов лица и шеи. Шея была прекрасной белой колонной, с тонкой кожей и сильными мускулами. Обратил я внимание и на руки. Не маленькие, но красивой формы. Тонкие, белые, холеные, но сильные руки. Оставалось только прийти к заключению, что она такая же необыкновенная капитанская дочка, каким необыкновенным капитаном был ее отец. У них и носы были одинаковые, прямые, с легкой горбинкой, говорившие о силе и породе. Пока мисс Уэст распространялась о том, как неожиданно она решила ехать, «Ей вдруг пришла такая фантазия», — сказала она. И пока она перечисляла все осложнения, какие ей пришлось преодолевать при ее спешных сборах в дорогу, я поймал себя на том, что занимаюсь подсчетом тех людей на борту Эльсиноры, которые окажутся способными действовать. Такими были капитан Уэст и его дочь, два его помощника, Вада, буфетчик и, разумеется, я, да еще, вне всякого сомнения, повар, в чью пользу красноречиво свидетельствовал обед. Итак, в общем итоге нас, способных действовать, оказалось восемь человек. Но повар, буфетчик и Вада были слуги, а не матросы. А я и мисс Уэст — сверхкомплектные. Стало быть, из 45 человек, составлявших население судна, настоящих работников, имевших прямое касательство к управлению этим судном, было только трое. Наверное, были и еще в этом смысле полезные люди. Очень возможно, что мое первое впечатление от команды обмануло меня. Был еще плотник, и, может быть, он был таким же мастером своего дела, как повар. Были еще два матроса. Парусники. Правда, я их еще не видал. Но, может быть, и они окажутся хорошими работниками. В конце обеда я попробовал навести разговор на занимавшую меня тему. Я рассказал, в какое восхищение привели меня мистер Пайк и мистер Меллер своим умением обламывать эту распущенную, никуда не годную команду. «Для меня это ново», сказал я, «но я вполне признаю необходимость таких мер. Когда в дальнейшем разговоре я коснулся происшествия на люке номер второй и стал рассказывать, как мистер Пайк заставил Ларри подняться одним лишь легким шлепком концами пальцев, я прочел в глазах мистера Пайка предостережение чуть ли не угрозу. Тем не менее, я досказал все до конца. Когда я кончил, за столом воцарилось молчание. Мисс Уэст углубилась в разливание кофе. Мистер Пайк усердно занялся раскалыванием орехов и, как ни старался, не мог скрыть полуюмористического, полусердитого выражения, промелькнувшего в его глазах. А капитан Уэст смотрел на меня в упор, но, боже, с какого далекого расстояния. Точно, я был за миллионы миль от него. Его светлые голубые глаза глядели ясно и спокойно. Его голос был тих и мягок, как всегда. У нас принято за правило, мистер Патгерст, и я попросил бы вас придерживаться, его. Никогда не говорить о нашей команде. Это был удар прямо в лицо. И, подчеркивая мое сочувствие к оборванцу Ларе, я поспешил ответить. В данном случае меня заинтересовал не только вопрос дисциплины, но и способ проявлять свою силу. Матросы и так доставляют нам довольно неприятностей, мистер Патгерст, и нам неинтересно слушать про них. Продолжал капитан Уэст таким ровным и невозмутимым тоном, как будто не слышал моих слов. Я предоставляю моим помощникам управляться с матросами. Это их дело, и им известно, что я не потерплю незаслуженного, грубого или чересчур сурового обращения с людьми. Мистер Пайк упорно рассматривал скатерть, но на его деревянном лице чуть заметно скользнула тень веселой улыбки. Я взглянул на мисс Уэст в надежде хоть тут встретить сочувствие. Она откровенно расхохоталась и сказала, как видите, матросы для отца не существуют, и право это хороший взгляд на вещи. Очень хороший, пробормотал мистер Пайк. Тут мисс Уэст дипломатично перевела разговор на другое. И вскоре все мы от души смеялись, слушая ее остроумный рассказ о недавнем ее столкновении с бостонским извозчиком. Обед кончился. Я прошел в мою каюту за папиросами и мимоходом заговорил с Вадой о поваре. Вадо был большой любитель собирать всякие сведения. Его зовут Луи, сказал он. Он тоже китаец, только не совсем китаец. Другая половина английская. Как называется этот остров? Знаете, тот остров, где долго жил Наполеон. Там он и умер. Остров Святой Елены? Да-да, вот этот самый Луи родился на том острове. Он очень хорошо говорит по-английски. В эту минуту спал бы спустился мистер Меллер, только что сменившийся с вахты. Он прошел мимо меня в большую кормовую каюту, где был уже накрыт второй обеденный стол. Его «Добрый вечер, сэр», было сказано с таким достоинством и так учтиво, как мог бы это сказать какой-нибудь старосветский джентльмен из Южных Штатов. И все-таки не нравился мне этот человек. Слишком расходилась его внешность с внутренним содержанием, скрывавшимся за ней. И в ту минуту, когда он поздоровался со мной и улыбнулся, я почувствовал, что что-то сидящее в его черепе наблюдает за мной, изучает меня. И не знаю, почему, как бы по внезапному наитию, я вспомнил вдруг тех трех странного вида молодцов, вышедших из трюма последними, которым мистер Пайк сделал такое строгое внушение. Такое точное впечатление произвели на меня и они. За мистером Меллером со смущенным видом ковылял какой-то субъект. С лицом тупоумного ребенка и с телом великана. Ноги у него были еще больше, чем у мистера Пайка, но руки, я бросил быстрый взгляд на его руки, были не так велики. Когда они прошли, я вопросительно взглянул на Ваду. Это плотник. Обедает за вторым столом. Зовут его Сэм Лавров. Приехал из Нью-Йорка на пароходе. Буфетчик, говорит, слишком молод для плотника. 22-23 года. Когда, подойдя к открытому вентилятору над моей конторкой, я снова услышал плеск воды, я вспомнил, что наше судно идет. Но так был ровен и бесшумен его ход, что пока мы сидели за столом, мне в голову не приходило, что мы двигаемся и что вообще мы не на твердой земле. Я всю жизнь плавал на пароходах, привык к пароходам, и мне было трудно сразу приноровиться к отсутствию шума и тряске отвращающегося винта. Ну что, а нравится тебе здесь? Спросил я Ваду, который, как и я, еще ни разу не плавал на парусном судне. Он улыбнулся из вежливости. Смешной корабль, смешные матросы. Не знаю, может быть, все будет хорошо. Увидим. Ты думаешь, кончатся худо? Спросил я напрямик. Я думаю, матросы очень уж несуразные. Смешные матросы. Увильнул он от прямого ответа. матросы. Смешные матросы. Смешные матросы. матросы. Смешные